я буквально проснулась 10 минут назад мне кажется по мне это видно и у меня через 40 минут парикмахер то есть надо выйти из дома 15-20 я сейчас протираю лицо тоником очень быстренько накраситься на эти всегда есть еще эта дилемма мыть ли волосы перед парикмахером или мыть обычно я мою но сегодня я не успеваю на плюс они меня в принципе чистые бы все какие новости вчера уехал я уезжаю через три дня сегодня я первый раз ночевала в этой квартире она перед отъездом съездил магазин вчера с утра и купил мне все мои самые любимые продукты мне было так приятно потому что даже я забыла какие мои самые любимые продукты он купил прям все что я иногда прошу ребята показываем нашу зимнюю сказку такая вот погода за окном там реально идет снег посмотрите вау как там прям как одеяло сысает в общем красиво конечно но это не самый лучший день для стрижки потому что домой мне придется видимо идти в капюшоне и вот такой вот вид у нас на балконе и спальне тут вообще я не знаю уже сколько сантиметров снега посмотрите табуретка кстати говоря надо будет не забыть что у нас там в углу стоит пепельница специально для ускара и это не пепельница а банка от какого-то арахисового масла и перед отъездом если все не растает не забыть ее убрать это будет не очень красиво по отношению к следующим жильцам сегодня на завтрак успею только творог со сметанкой и здесь у меня бабушкина вареница клубничная смотрите красота а для лаки у нас замороженная курочка которую я сейчас дам ему в его переноски потому что так мы его туда приучаем лаки видишь твоя переноска 18 до стрижки я честно говоря еще не знаю куда мне идти это на только адрес я не знаю насколько далеко от моего дома а нет это относительно недалеко от дома сойдет можно позавтракать сегодня сумасшедший день потому что сегодня я иду на стрижку я возвращаюсь мне надо записать уроки потом в 4 мы с лаки идем к ветеринару на осмотр который должна выписать бумажку что лаки свободен может лететь надо не забыть оплатить его билет 60 евро потому что у меня еще висит счет неоплаченный если я сегодня успею надо пойти и отключить отнести рутер а потому что мы отключаем интернет и соответственно надо это сделать либо сегодня любит это в понедельник до рейса успеть и потом у меня в 7 йога или в 6 надо проверить и помимо этого воскресенье не экзамен по статистике а я даже не успела открыть вообще главу там три или четыре часа надо этому посвятить ну и помимо этого у меня еще остальные есть дела в общем я быстро кушаю и бегу на стрижку думала одеться красиво но учитывая какой там снег я одеваю спортивный костюм и угги вообще очень забавно я недавно нашла эти угги это угги которые мы купили с мамой для ярослава мы ездили в милан и оттуда поехали в атлет в луганом там был атлет ук я помню что мы купили ерошки а 39 или 40 размер и купили их весной а когда наступила зима они уже были им очень маленькие поэтому в какой-то момент я просто спустя наверное год дома нашла абсолютно новые угги ну почти моего размера они мне чуть-чуть большеват так что я в них теперь хожу с лаки гулять и пойду на стрижку хотя выглядит конечно ребята я соглашусь с вами если вы так думаете выглядит это все дело не очень но в такой снег извините единственное что я могу одеть как я подстригусь этого просто стригу все мертвые кончики маке не хотела выходить из дома что это такое живи собаки которые любят снег но это все эти собаки это явно не лаки таки нам сюда скажи я летом здесь сидел лаки иди сюда а ну иди сюда скажи я летом сидел в этом кафе а тут теперь все в снегу ну с лаки уже гуляли пришли домой и я хочу сейчас поделиться с вами своими книгами пока я еще в риге и пока эти книги у меня еще физическом формате есть песня у меня сегодня играет весь день алсу зимний сон туру 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 устанавливаем камеру убираем алсу из моих мыслей но в общем то так я подстриглась вам это особо не видно потому что собственно на улице идет снег и что мои волосы уже успели закрутиться на самом деле они очень мягкие очень красивые и мне очень нравится как после стрижки волосы вот так закручиваться на самом деле настолько доверяю своему парикмахер что просто прихожу мы с ним болтаем а я даже не смотрю на то что он там делает с моими волосами потому что я знаю что он всегда сделает красиво а сегодня у меня был простой запрос просто подровнять чуть-чуть кончики мне конечно не нравится что здесь закрутилось а в прошлом видео я вам говорила что заказала две книги вот они собственно пришли огромные книги я не знаю брать мне их с собой вену или не брать я очень хочу их купила для того чтобы их читать эту я прочитала буквально четверть хотя в принципе почти половину за парочку дней эту книгу я давно мечтала прочитать она толстенная не знаю вообще видеть как она огромная там страницы очень тонкие я не знаю сколько здесь страниц боже выберется польский вы написали нам труд а мне кстати не так все плохо здесь только сносок 595 страниц здесь реально четверть книги это сноски я очень хотела поговорить с вами вкратце про книги я конечно собираюсь снимать лучшие книги этого года потому что среди этих книг которые сегодня показала тоже есть такие книги но все-таки пока что хочется показать их вам физическом формате потому что я конечно же не возьму все книги с собой сейчас решаю какие могу взять и хочу поделиться с вами несколькими которые для меня оказались просто открытием и которые я очень хочу вам порекомендовать книга которую я хочу вам очень посоветовать называется любовь и невроз автор евгения карлин евгения карлин доктора психотерапевтических наук кстати говорят докторантуру докторскую защищала в вене и мне посчастливилось быть знакомой с евгении она потрясающий человек потрясающий профессионал и собственно автор этой книги на самом деле мне кажется что эта книга когда-нибудь станет бестселлером потому что она потрясающе написано как вы можете понять по названию книга называется любовь и невроз книга это о любви об отношениях о том как понять почему что-то не так идет в твоих отношениях кстати говоря под название говорит все само за себя путеводитель по вашей истории любви здесь евгения она с одной стороны классифицирует любовь то есть какие бывают типы любви с точки зрения классических теорий с точки зрения современных теорий а также заглядывает в детство какие проблемы могут идти нас из детства какие установки могли быть даны нам нашими родителями и которые например влияют на наше сегодняшнее отношение помимо этого здесь постоянно евгения преподносит какие-то примеры из своей частной практики и эти примеры очень интересно читать потому что в каких-то ты находишь себя над какими-то ты просто улыбаешься и смеешься книга потрясно написанная покажу вам какая она внутри то есть здесь постоянно какие-то сноски формулы в общем текст такой неоднородный знаете из-за этого его особенно интересно читать очень красивые страницы такие плотные у этой книги я ее практически до конца дочитала вот сейчас на главе я ты мы тут также есть некоторые задания которые вы можете сделать и получше разобраться в себе получше разобраться в своем внутреннем мире и в своих отношениях мне хочется вот как в аннотации написано сказать вам что эта книга не призвана дать читателю ответ на вопрос что делать чтобы все было хорошо но позволяет самостоятельно сформулировать понимание того почему у меня не получается построить здоровые отношения в общем любовь и невроз правда обалденная книга и я вам говорю она когда-нибудь обязательно станет мировым бестселлером в принципе я практически уверена так что рекомендую вам эти две книги я вам уже показала последний который я заказала биология добра и зла это роберт сапольский это биолог нейробиолог нейрофизиолог я даже не знаю кто он еще профессор в университете стэнфорда и эта книга о том почему и как мы себя ведем с точки зрения биологии поэтому книга называется биология добра и зла как наука объясняет наши поступки я вам уже советовала сопольские его лекции на ютубе мне кажется что многие из вас их посмотрели по стоке я порекомендовала они действительно очень классно это прям записи стэнфорда если вы их не смотрели реально рекомендую вам и потом я думаю что вам очень захочется прочесть эту книгу вот это эстетический интеллект она была очень популярна мне кажется летом все выставляли в инстаграме что они ее читают даже не летом весной я не очень люблю то что очень популярна меня это сразу перестает интересовать но сейчас когда видимо спал вот этот вот ажиотаж вокруг вокруг этой книги мне захотелось ее купить эта книга про эстетику в бизнесе о том как эстетика и принципы эстетические бизнеса могут влиять на продажи здесь очень много примеров из реальной жизни потому что женщина была там каким-то директором в lvmh то есть в louis vuitton maillot хеннесси баня которой принадлежат больше половины брендов мне кажется она ведет лекции в каком-то университете по моему в артонской бизнес-школе и тут как раз вот ее лекции и ее опыт истории разных компаний и все это про эстетику конечно же про то как она влияет на нас на наше поведение на наше поведение в том числе конечно как покупателей пока книга мне очень нравится очень много опять же примеров я скажу честно говоря мне немножко не хватает здесь научного подхода хотелось бы чуть больше про то как наш мозг воспринимает это но наверное именно поэтому книга и стала такой популярны что она очень простая и потому что здесь опять же очень много примеров из реальной жизни о брендах которые мы знаем там тифани кока-кола там и так далее поэтому очень интересно читать я просто хочу чтобы вы обратили внимание на эту обложку ребята эта обложка просто невероятно она такая фактурная знаете не знаю как как обои какие-то и такая мягкая и так красиво оформлено в общем я начинала эту книгу читать в электронном формате я безумно счастлива что я купила даже если я не возьму с собой вену то я буду знать что она у меня есть потому что книгу про эстетику особенно когда в такой красивой эстетической обложке надо читать все-таки физическом варианте кстати говоря вот эти обе книги а они по 20 евро у нас стоят в риге конечно я знаю что не так дешево вести книги россия не дешевле и тоннер не намного покупать книги такое не дешевое нынче удовольствие но я купила это на черной пятнице поэтому мне удалось по 15 евро купить так что рекомендую я оставлю ссылку на книгу евгений ребята правда очень-очень советую я сейчас отвечу на почту запишу урок о том как делать обложку на youtube видео и пойду лаки отводить к ветеринару сегодня должны посмотреть его точно ли он может лететь и заодно мы купим ему успокаивающие таблетки успокоительные потому что надо уже начинать ему его давать мне надо не забыть отплатить лакин билет до 4 у меня там действует ссылка для оплаты и потом я снова прибегу домой с новость буду заниматься делами к 7 поеду на йогу это будет мое последнее личное занятие с моей преподавательницей ребята извините что мигает не успеваю поменять настройки на просто посмотрите цены в риге на такси от дома у меня все показывает 12 евро блин ехать 10 минут серьезно что происходит с ценообразованием ничего не поделаешь мы опаздываем придется платить 12 евро за такси что лаке уже понял куда он пришел так в месте у нас ветеринарная клиника ты что это что это за вздухи такие лаки не пугайся ничего не буду делать сегодня только посмотрят вот он лаки паспорт которому уже много лет поэтому порванный хотя еще ни разу мы не воспользовались лаки все хорошо одобрили так что мы идем домой все справки у нас теперь есть ой я тут стою возле кого-то огня сейчас встречусь папу и он меня проводит чуть до дома потому что обратно я уже не еду такси за 10 евро а иду пешком ну что ребята похоже что этот человек сегодня подстригся и сделал укладку снег сделал свое дело а я сейчас готовлю себе обед уже пять часов я не успела покушать какой-то сумасшедший сегодня день на обед у меня остатки лосося вчера я вывела сырым сегодня уже пожалуй приготовлю это лосось из заявил это рыбный ресторан вообще совершенно нет запаха на самом деле я думаю могла бы еще и сырым съесть ну ладно прям реально проблема это то что на улице дикий снегопад такси до йоги мне опять показывает 11 евро и пешком мне туда идти ну минимум 40 минут по снегу наверное и час можно идти и в общем я честно говоря не знаю что мне делать лососик кладу на фольгу и у меня закончилось левкое масло просто лимоном лимон побрызгиваю у меня сегодня быстрые бутерброды с сыром я не знаю этот сыр очень наверное похож на халуми так называется этот грузинский сыр но здесь у нас это просто продается как свежий молодой сыр я люблю его обычно поджарить вот такой вот у меня сегодня получается ужин хумус авокадо сыр помидорки и маленький кусочек лосося вот let's quickly jump into it consider this simple discreet distribution can you answer the question what the probability would be сегодня ничего не успеваю йога через 40 минут а я смотрю лекцию я мчу на йогу переоделась еще раз все еще в углах и честно вам скажу я так устала что пока я смотрела эту статистику я чуть не уснула кстати говоря я позже вам расскажу я прохожу из курса по статистике от университета амстердама я чуть позже вам расскажу зачем мне это надо очень устала я сейчас как раз полежу на колотке вот он мой любитель лежать на полу в ванной потому что здесь пол с подогревом и мне сейчас надо будет ему вот это сделать от блох накапать потому что я нашла на мальчике одну блоху недавно перед полетом это надо сделать а ты думаешь тебя будут сейчас гладить да а ты думаешь тебя будут сейчас гладить ты думаешь я за нежность тебе пришла а я по делу все теперь 2 суток нам нельзя мыться есть такая вероятность что то что я собираюсь сделать будет ошибкой но я все же это сделала моя вот эта белая пальто из ячендайма она уже не очень белая и на этикетках написано что его можно спокойно стирать на 40 градусов и хочу постирать его с отбеливателем вот я не знаю насколько это хорошая идея а нет на 30 можно стирать ладно пожалуй не буду стирать с отбеливателем потому что оно все таки не такое белое оно немножко желтовато ну чё он у нас минус 15 градусов, очень холодно, я иду возвращать рутер, отменять контракт, иду в маске, потому что просто не могу вдохнуть Триджеский минус 15, вот что, Тарлаки, очень хотел гулять, он не ходит у нас дома по большому, в туалет, очень просился, но он не может даже стоять Зато солнце сегодня, смотрите какое, вау, красиво, такой прям морозный зимний день Достало время собирать чемодан, и начну я, пожалуй, с одежды На данный момент у меня всего 4 куртки-пальто, и мне надо выбрать только 2, которые поедут со мной Вернее, нет, у меня 5 курток и пальто Вот это пальто я очень-очень люблю, это пальто от Awesome Tossom, которое шили под мои мерки, но, к сожалению, скорее всего, я не буду его брать Потому что я не хочу лететь в нем в самолете, а если я положу его в чемодан, то оно очень сильно помнется Оно действительно очень красивое, единственный минус, что я его практически не могу одеть на свитер Видите, у меня сейчас такой плотный свитер Вот, оно мне как бы маловато, хотя шили по моим меркам В общем, одним словом, просто пальто не рассчитано на оверсайз А его как раз, наоборот, надо одевать на какие-то блузочки В общем, оно не на теплый период Поэтому это пальто, к сожалению, к моему большому сожалению, оно остается в Риге ждать меня, когда я, возможно, за ним приеду весной То же самое происходит с этим пальто от Ligio из кожезаменителя К сожалению, я могу брать с собой только практические вещи, которые подходят ко всему и которые могут адаптироваться к разной погоде Это пальто, оно для такой странной погоды, потому что в нем холодно, когда холодно И я его ношу в такую погоду, знаете, когда, например, там 15, даже 18 градусов Я его летом в Париже носила, лето было холодное в Париже То есть я одевала майку, легкие брючки и это пальто наверх В общем, это пальто тоже, к сожалению, со мной не едет, хотя оно очень прикольного такого цвета Цвета охры, не знаю, оранжевого Едет со мной вот этот тедди коут, о котором вы у меня часто спрашиваете И это тедди коут из H&M Я его купила в прошлом году, и мне кажется, что я его проносила, ну, целый год, наверное То есть это была моя самая выгодная покупка, оно стоило где-то, мне кажется, до 100 евро Я его на днях постирала в стиральной машинке, оно побелело И вообще оно подходит просто ко всему Поэтому, наверное, в нем я полечу на самолете Также мне очень хочется взять с собой вот эту шубку, которую мне подарила мама моего молодого человека Она дизайнер, и это ее собственное производство, скажем так Вот знаете, на самом деле, когда ты живешь с одним чемоданом, такой минус, что когда у тебя появляется какая-то новая вещь Ты хочешь взять ее с собой, вместо того, чтобы взять какую-то, может быть, более практичную вещь Но из-за того, что вещь новая, так хочется ее побольше поносить, побольше мне пофоткаться Понаслаждаться ею, получить дозу дофамина от того, что у тебя что-то новенькое Вот так выходит, что ты жертвуешь место ради менее практичной вещи Хотя мне кажется, что так как сейчас зима и холода, я никуда в теплые места не собираюсь Мне кажется, что я могу ее взять с собой Еще из верхней одежды у меня есть вот такой вот комплект, который я ношу сейчас Вернее, это не комплект Это тонкое-тонкое пальто из Zara, которое я купила в Барселоне И она очень красивая, но при этом, конечно, в нем холодно У нас сейчас в Риге минус 9 Поэтому я одеваю жилеточку от Ligia и наверх одеваю пальто Сейчас вам продемонстрирую Вот так вот выглядит эта жилетка Просто наверх жилетки я одеваю пальто Вот что у нас выходит К сожалению, не удается вам показать себя в полный рост Потому что у меня здесь все раскидано и мало места Я беру вот это пальто, потому что оно тонкое И когда я поеду туда, где будет чуть теплее Или если погода потеплеет, то вот это пальто идеально подойдет Плюс оно занимает очень мало места Жилетку я, скорее всего, брать не буду Потому что она тоже занимает много места Но на самом деле можно было бы подумать над тем, чтобы ее взять Потому что она, ну, супер практичная И ее можно носить, как когда тепло Просто накинуть И также можно зимой одевать ее под пальто Поэтому, наверное, я просто предпочту взять вот эту шубку этой жилетки Хотя логичнее было бы взять жилетку Я беру несколько цветеров Две водолазки Одна такого лавандового цвета Эта водолазка, кстати, шерсть плюс кашемир Поэтому в ней будет очень тепло И водолазка такого болотного цвета Здесь у меня свитерок с вырезом Который, кстати говоря, со мной не поедет Потому что он очень сильно мнется Я знаю, что он уже скоро будет весь в катушках Поэтому это не практичная одежда для того, чтобы брать с собой Этот свитер со мной уже много лет И он снова едет со мной Потому что он теплый И это то, что как раз надо на зиму А ты не нервничай Смотрите, ребят, как вкусно делать Рошель нам вечерний... Что это? Ужин? Это by Jamie Oliver inspired О май гад Тарелка... Ребят, это произведение искусства Давайте я вас пофотку Все это вот Они соглашаются Ребята, я не закончила нормальный влог Потому что собиралась в итоге в спешке В чемодан мой ничего не влезло У меня был перевес 10 килограммов Но мы с Лаки успешно долетели до Вены И очень скоро будут венские влоги Так что спасибо вам большое за просмотр И увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok